Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Читая повествование евангельское о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, меня поразила одна деталь, на которую раньше как-то не обращал внимания. И я задал себе вопрос. Когда воины пришли и рассказали о воскресении Христа членам Синедриона, это первосвященники, священники, богословы, книжники их называли иногда, князья, то есть самые видные люди Израиля, я задал себе вопрос. А не поверили, что воскресение действительно совершилось? Вот давайте разберем немножко, что же произошло в тот день. Наш российский академик, ныне покойный, он скончался в 61 году, а родился в 19 веке, еще в 84 году, 19 века. 77 лет прожил академик Белецкий. Он собрал огромный материал, тогда это все напечатано, быть не могло, но уже в 80-е годы впервые были напечатаны, сначала за рубежом его исследования, а потом уже и у нас в России. Оказывается, свидетельств воскресения Христова в разных источниках зарубежных очень и очень много, более 230. Но нас сейчас интересуют главные четыре. Во-первых, это сами воины, которые присутствовали при чуде воскресения Господа. Во-вторых, это личный врач, это был очень известный в то время врач, сириец по происхождению Эйшу, один из крупнейших врачей того времени. Третьим был казначей Синода Меферкант и, наконец, грек один, очень грамотный человек, историк, который был личным хронистом, биографом Понтия Пилата. Эти люди своими глазами видели то, что произошло, и до нас дошли их повествования, причем о правителях Иудеи написал книгу никто иной, как член Синедриона Меферкант, казначей, который шел этой ночью для того, чтобы заплатить паденную плату первой стражи, потому что вторая шла навстречу, чтобы сменить первых. Доктор Эйшус со своими пятью учениками, тоже врачами, специально пошли для того, чтобы присутствовать. Будет воскресение Христово, о котором все говорили, или не будет? Они не верили в воскресение Христово. И, наконец, историк, вот этот грек Гермидий, он тоже пошел смотреть, вот в этот третий день, ночью, будет ли воскресение Христово. Потрясающее свидетельство. Врач Эйшу очень четко описывает, что началось страшное землетрясение, какой-то невидимой силой, громадный камень, как ученые подсчитали, он весил от одной до двух тонн весом, был отброшен. Войны видели ангела. А Эйшу, Маферкант и другие говорят о том, что увидели светящееся как бы облако, которое сверху спускалось, и вдруг в нем увидели светящуюся фигуру, и облако поднялось наверх. Вот это все видело огромное количество людей. Во-первых, это видели те воины, которые стерегли, потом шли на смену им другие воины вместе с Маферкантом, который должен был заплатить той смене и поставить новую смену. Во-вторых, доктор Эйшу вместе с пятью учениками, в которых, кстати, говорят, что шли и две женщины. Мы знаем, кто это были две женщины, Магдалина и Божья Матерь. И Гермидий тоже пошел смотреть. Они не верили в то, что Христос может воскреснуть. И они все убедились в этом. Воины вошли в гроб, они посмотрели, поэтому они знали четко, там его нет. Они были в ужасе, когда увидели ангела Божьего, они упали. Так вот, они пришли, пришли в Синедрион, воины, и рассказали, что произошло землетрясение, камень невидимой силы был отброшен, а камень, повторяю, огромный. И, кстати говоря, один английский ученый нашел в Лондонской библиотеке старинный свиток 4 века нашей эры. Это было Евангелие от Матфея. И вот там тот человек, который его переписывал, как считают ученые, он был свидетелем тех событий. По крайней мере, видел гроб. Или до, или после воскрешения Христова. Он говорит, что камень был такой огромный, что откатить его могли 20 человек только. По подсчетам ученых, это их как раз примерно полторы-две тонны мог весить этот камень. Как он закрывался? Значит, был специальный желоб с небольшим наклоном. И клиновидный тормоз, который, когда выбивали, камень скатывался, закрывал устья пещеры погребальные, а уже сдвинуть его наверх из этого желоба было просто невозможно. Так вот, именно такой гроб был у очень богатого человека. Потому что Иосиф Аримафийский, как мы знаем, был видным членом Сенедриона. Он не участвовал в совете их, но заранее сделал себе гроб вот с таким вот камнем. И он, кстати говоря, выбил этот клин и скатил этот камень, он один. А чтобы его сдвинуть, только 20 человек нужно было. Так вот, воины пришли и доложили, что этот громадный камень был отброшен в сторону. Они видели ангела. Они в ужасе все попадали от видения этого ангела. Потом они говорят о том, что Иисуса нет в гробе. Как они могли об этом говорить? Только в одном случае. Если они зашли в гроб и увидели, что там только пелены, причем не развернутые. Так вот, вопрос повторяю. Поняли члены Сенедриона, что Христос воскрес или нет? Без всякого сомнения. Они поняли, потому что они попросили воинов солгать. Дали им денег, чтобы они солгали, будто его украли ученики. А раз лгать надо, что украли, значит, они поверили, что он исчез из гроба. Они прекрасно понимали, что никакие ученики не могли его забрать оттуда. Потому что, чтобы отодвинуть этот камень, это огромное количество людей нужно. Да и ученики, мы знаем, все испуганы были. Они еще даже не верили, что Христос реально может воскреснуть. Они сидели и дрожали, что их тоже могут схватить. Пока Дух Святой не сошел на них, они тоже их по-человечески очень боялись. И, конечно, Сенедрион прекрасно понял, что да, действительно, Христос воскрес. Никаких сомнений. А теперь подумаем, что если, это предположение, что если они все-таки не до конца верили, что Христос есть Сын Божий. Они, например, хотя это невозможно представить, но предположим, они так и не смогли поверить тому, что только Бог или Сын Божий может воскресить четырехдневного Лазаря, умершего и разложившегося. Предположим, хотя это невероятно. А вот тут они поверили в свидетельство воинов, что Он воскрес. Они им рассказали, как все произошло, они видели ангела, землетрясение, отброшенный камень и пустой гроб с пеленами, в которых был когда-то Христос, но они так и лежат на месте. А тела внутри нет. Они прекрасно понимают, Он воскрес. И дают им деньги, чтобы они врали народу, что его украли ученики. Другого варианта у них нет. Значит, еще раз подтверждается то, что они знали, кого они убивают. Они конкретно убивали Сына Божия. Они поверили в то, что Он воскрес, но они были сатанистами, то есть поклонниками дьявола, и работали на его стороне. Это та самая секта, о которой вам не раз я рассказывал. Это религиозная секта, которая внутри иудаизма тогдашнего зародилась, еще во времена плена Вавилонского, когда высшие священства иудейства поверили и приняли как главную идею это то тайное учение халдеев, которое сейчас называется Кабалой. Так вот, поверили они и врали всему миру, что Он не воскрес. А что мы видим в результате? А мы видим, что огромная часть мира, по крайней мере всего мира Средиземноморского, всей страны, которые были вокруг Средиземного моря, они все уверовали Европа, Азия и Африка. Они все уверовали во Христа. Как возможно было бы уверовать, если бы этого воскресения не было? Они уверовали в Его воскресение. Именно это давало главный аргумент. Верить во Христа, именно Его воскресение. Могли ли апостолы убедить других людей, что Христос воскрес, если Он не воскрес? Это просто невозможно. Могли ли они идти на смерть, а все они, кроме одного Иоанна, умерли смертью насильственной, были убиты за исповедание Христа? Могли ли они пойти, если они знали, что они лгут, что они придумали воскресение? Это просто невозможно. Люди из-за лжи не пойдут на смерть. Это совершенно однозначно. Значит, это явление было истинным, и Христос воистину воскрес. И апостол Павел нам говорит, если вы не веруете, что Он воскрес, то вера ваша тщетна. Кстати, я спрашивал некоторых женщин, верующих, как бы ходячих в церковь, уже пожилых, а вы веруете в то, что будет вечная жизнь? И они мне все примерно одинаково отвечали, ну, не знаю. А это значит, что они не веруют, что Христос воскрес, и что Он воскресит и наши тела. И мы войдем в жизнь вечную, если заслужим, конечно. Ну, и те, кто они заслуживают, тоже войдут в вечную жизнь, только это другая жизнь вечная, вечная мука, там, где огонь неугасимый и червь неусыпаемый, как говорится в Евангелии. Но это тоже вечная жизнь. И вот они не веруют. О них Христос говорит. Если вы не веруете, что Христос воскрес, а, соответственно, и вас воскресит, вера ваша тщетна. Мы с вами веруем, что Христос воскрес. И эта наша вера дает нам все основания и всю мотивацию для того, чтобы не бояться в этом мире ничего. Помните о том, что тела наши умрут в любом случае. Это путь всего человечества. Все умирают. Хорошие, плохие, добрые и злые, старые и молодые, все умрут. Вопрос лишь в одном. Когда они воскресут, куда эти души, эти тела уже воскресшие, куда эти люди в телах пойдут? В жизнь вечную? На новую землю, под новым небом? Или в огонь вечный? И для христианина это колоссальный смысл всей жизни дает. Потому что он знает, что он живет не просто сейчас и здесь. Не говорит, буду наслаждаться, ешь, пей и веселись, как говорил богатый человек. Нет, христианин знает, что здесь он временный. И заботится больше всего о том, чтобы душу свою подготовить к переходу в вечность. Потому что Христос воскрес. И мы все воскресим, как он нам и обещал. Всех вас поздравляю с этим великим и спасительным праздником. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе!